Дакриоцистит Дакриоцистит – это воспаление слезного мешка, которое находится между носом и внутренним углом глаз. Причины – врожденная непроходимость слезных путей, инфекционное заболевание глаз, травмы, аллергия, болезнь лор-органов. На первый взгляд пациент даже не понимает, что это заболевание, заболевание, которое может серьезно осложниться. Если слеза вытекает из глаза, что является неестественным, вот этот обратный ток слезы, это говорит о том, что есть непроходимость на каком-то уровне слезных путей, и это заболевание требует лечения. В большинстве случаев болезнь не имеет мучительных симптомов, а потому многие пациенты, даже заметив неполадку в глазу, затягивают свое обращение к врачу. Первый признак Дакриоцистита – припухлость в области слезного мешка. Предрасположены к данному заболеванию чаще всего женщины от 25 до 50 лет. Как правило, вначале это консервативное лечение, которое сводится к промыванию слезных путей. Если это не помогает бужированию слезных путей, если это не помогает и продолжает развиваться это заболевание, то застойная слеза превращается в гнойный процесс, Дакриоцистит, так называемый, воспаление слезного мешка, и затем уже олигмон. Из-за застоя слезной жидкости нарушается защитная функция, не удаляются попавшие в глаз микроорганизмы. Развивается воспаление, если его не лечить, оно превращается в гнойное. Запущенный случай Дакриоцистита характеризуется покраснением глаза, гнойотечением из глазной щели, появлением у медиального угла глаза, специально такое своеобразное выпячивание, свидетельствующее о том, что там уже давным-давно сформировали непроходимость. Вот этот гнойно-воспалительный процесс локализован именно в слезном мешке, и уже возникает обратный ток вот этого содержимого, выталкивание гнойного содержимого, углазнующее. Такое состояние, оно опасное прогностически, поскольку в конечном итоге может повлиять и на зрение, поэтому показано оперативное лечение, безотлагательное. На сегодняшний день существует несколько десятков методов высокотехнологичного хирургического вмешательства. Операция при дакриоцистите занимает несколько минут. Результат – восстановление нормального тока слезной жидкости. Полное ранозаживление в зависимости от возраста пациента заканчивается или наблюдается, наступает после трех-четырех недель. Поскольку доступ эндоназальный, значит, реабилитация, восстановление должно быть и со стороны глаза, то есть промывание слезных путей, и мероприятия лечебные направлены на восстановление слезистой полости носа, где я, собственно, имелся этот доступ. Противопоказания к операции. Лекарственная непереносимость, аллергические реакции. Профилактика заключается в том, чтобы функции носа были в полной норме. Прежде всего, это дыхательная функция, нарушение которой обусловлено отеками в носу, изгибление перегородки, отеки и так далее носовых раком. То есть фактор затруднения носового дыхания, он должен быть профилактирован. Если нос дышит хорошо, то и о слезных путях можно говорить проще.